Всем привет! С вами программа новостенок. И ее ведущие Мурат. И Сабина. Сегодня в нашей программе. 8 марта. Один из самых любимых праздников многих женщин. Именно в этот день так приятно получать цветы и подарки от настоящих мужчин. Сегодня мы побываем в гостях у многодетной семьи. И познакомимся с замечательной матерью-героиней, Мадиной Капсироковой. Узнаем, какие обязанности по дому берут на себя мужчины в этот женский праздник. Посмотрим с вами юмористический сюжет от наших юных талантов. Сделаем открытку мимозу своими руками. И, конечно, послушаем очередной поучительный рассказ в рубрике «Сказочные истории». А еще сегодня мы познакомим вас с талантливым и активным мальчиком Мухаммадом Хасановым. 8 марта. Праздник всех наших любимых женщин. Мам, бабушек, сестер и подружек. Если устроить небольшой исторический экскурс, то получается, что праздник возник из желания трудящихся женщин быть услышанными. И из их стремления иметь законное право голоса в жестоком мире мужчин. Изначально 8 марта не предназначалась для семейных и дружеских застольей и для обмена подарками. А сейчас к нашей радости. Все иначе. Вечером, например, меня ожидают дружные семейные посиделки. А сейчас несколько интересных фактов о дате 8 марта. В Индии в этот день отмечается совсем иной праздник, а именно холи или праздник красок. Странеры сжигают праздничные костры, народ танцует и поет песни. Все, независимо от сословий и каст, подливают друг в дружку покрашенной цветными порошками, водой и веселятся. Что касается женского дня, он отмечается жителями Индии в октябре и длится около 10 дней. А английские дамы, вниманием на 8 марта, увы, обделены. Праздник официально не отмечается. Цветы никто никому не дарит. А сами англичане категорически не понимают смысла в честовании женщин только за то, что они женщины. Ох уж эти чопорные англичане. Не то, что японцы. Их девушкам подарили практически весь март. Из основных женских праздников стоит отметить праздник кукол, девочек 3 марта и цветение персиков. Непосредственно 8 марта внимание практически не уделяется. Японцы отдают предпочтение своим традициям. Не все знают, но существует праздник, Международный морской день, 19 ноября. Впервые его отметили в латиноамериканском государстве, Тунидад и Табаго. А позже этот праздник стал интернациональным. Правда, выходной день по этому поводу пока никто не устраивает. На Мадагаскаре 8 марта выходной только для представителей с прекрасного пола. А в Китае это рабочий день, хоть и праздник. В СССР приходить на работу в Международный женский день стало можно только с 1966 года. По традиции португальские женщины никогда не отмечают женский день в компании мужчин. В 8 марта день девичников в этой стране. В Сирии 8 марта день революции. В Замбии день молодежи. А в Малайзии день сультанов. Мурат, да ну этих иностранцев, вернемся к нам в Россию. Давай узнаем у жителей Черкесска, как они будут отмечать этот праздник. Давай. Вопрос, как вы в этот день будете помогать своим женщинам? Ну, буду их радовать цветами, хорошим настроением, ну и чем-нибудь вкусненький. Ну, все, что попросят у женщин, все, то и будем помогать им. И на кухне, и везде, и всегда. Ну, а куда же мы деваться мужчинам? Только так помогать женщинам. Все мои женщины, дочка в Казани, вторая супруга уже замужем тоже отдельно. Я один посуду помою, с радостью позвоню и поздравлю их. Ну, стараюсь, чтобы она ничего дома не делала, чтобы ей хоть один раз в году было приятно что-то. Ну, от своих забот. И так же много всяких забот по дому. Больше, чем у меня. Я на работу прошел, прошел, чего практически ничего. Все. Посуду стираю, варю, убираю. Что еще? Она на диване лежит, телевизор смотрит. Желательно, конечно, пока же на непростом светлее принести. Ну, а там дальше уже, так сказать, по развитию. Ну, может, посуду моете, да? Можно. В этот день можно. Можно, можно. Можно и не в этот день, не страшно. Бывает. Я хочу поздравить всех женщин с этим прекрасным праздником. Желаю удачи, радости. Всего самого наилучшего. Самое главное, чтобы мужчины любили, помогали во всем. Ну, так женщины – это наша опора. Мы без них никуда. Мужчины Кабардино-Балкарии поздравляют всех женщин Корочаевой Черкесии. Братьев, сестер, мам, дочерей. Желаем всем здоровья, счастья. Поздравляем всех женщин с праздником. Желаем им здоровья, счастья в личной жизни. Чтобы вы были красивыми, счастливыми. У нас на Кавказе самые замечательные, самые красивые и удивительные женщины. Желаем преддверия этого праздника хорошего настроения весеннего. Чтобы они были счастливы, чтобы их любили, они любили. С праздником, дорогие женщины. Хочу поздравить наших прекрасных женщин с праздником 8 марта. Желаю всего им хорошего, всех благ. Пусть будут счастливы. Счастья, здоровья, любви. Денег побольше. И все будет прекрасно. Теплоты и добра. Женщины будут всегда красивыми. Пусть на них не влияет ни погода, ни жизнь. Пусть всегда будут прекрасными. Ну что еще, здоровья побольше. Ну и того, что они хотели, пускай сбывается. Самые популярные цветы на 8 марта – тюльпаны. Ведь этот день ассоциируется с приходом весны. Много лет символом 8 марта была мимоза. Желтые пушистые шарики на зеленых веточках. Ее изображения даже не печатали на праздничных открытках и на коробках с конфетами. Но ничего страшного. Если вы хотите поздравить своих мам, а денег у вас нет, самый лучший подарок – подарок, сделанный своими руками. Наш творческий корреспондент научит вас, дорогие зрители, делать своими руками открытку с поздравлениями. Всем привет! Сегодня мы будем делать открытку на 8 марта. И этого нам понадобится свинокартон любого цвета. Я выбрала красный и желтый. А вы можете выбрать любой цвет. Ножницы, клей, цветная бумага, скотч, двухсторонний скотч, стразы, карандаши с фломастерами. А еще я подготовила такие вот листы, цветочки. А еще я подготовила вот такие вот круглые шарики и вырезала их с помощью дырокола. Теперь мы будем делать вот такие вот цветочки. Для этого нам понадобятся вот такие вот вырезанные с помощью шаблона из цветной бумаги, цветочки. И еще стразик. Берем один стразик. Я возьму розовый. Теперь берем двухсторонний скотч. Берем самый большой цветочек и приклеиваем на него иголки. Потом берем немного поменьше и приклеиваем его сюда. Потом опять же берем двухсторонний скотч. Прикрепляем сюда. Снимаем. И можно прилепить. Вот. Потом мы клеим стразик. Самый центр. Вот и получился такой цветочек. И таких нам нужно сделать минимум 10 штук. Сейчас я вам расскажу, как сделать чеснок для открытки. Для этого нам понадобится цвет, который нам очень понравился, и мы выбрали его. Переворачиваем его. И надо его согнуть ровно напополам. Вот так вот это получится. Теперь я вам объясню, как делать вот такие вот листы. Для этого нам нужны вот такие вот подготовленные основы. Ее надо согнуть пополам. И потихонечку разрезать. Теперь я буду оформлять эту открытку. Для этого нам надо ее намазать клеем. Там, где мы и будем клеить эти шарики. Чтобы получилось не можно. Вот я уже все делала. Осталось только приклеить вот эти вот листочки. Берем листочки. И клеим на них двусторонний скотч. Вот так вот. Вот такая открытка у нас получилась. Мурат, а ты придумал, как будешь поздравлять свою маму? Накуплю ей тюльпанов, уберусь в доме и помою посуду. Значит, будешь помощником в этот день? Это похвально. Нужно помогать своим им не только в празднике, но и в обычные дни. Вот, например, в семье Мадзина Хапсироковой не один помощник, а целых три. Мы отправим нашего спецкора, чтобы познакомиться с семейством поближе. Уже многие годы в семействе Хапсироковых царит тепло и уют. Каждое 8 марта вся их дружная семья собирается за обеденным столом, чтобы приготовить вкусные вареники с картошкой. Эмиль средний из детей. Одним из первых рвется на помощь. Для Мадины Хапсироковой каждый из детей является смыслом жизни. Я очень счастливая мама. У меня очень замечательные дети. Конечно, как и все детки, они немножко балуются, слушаются. Но я благодарна судьбе тому, что они меня не сильно огорчают. Почти, скажем так, с полуслова, они меня понимают. Бывает всякое, но в основном у нас взаимопонимание. Тяжело, это тяжелая ноша быть мамой. Но это самое приятное, что может быть в жизни у женщины. У меня трое детей. Старший у нас Амалик. Он у нас студент. Студент Масо. Он хочет быть то ли прокурором, то ли судьей. Но я думаю, что он добьется того, чего он хочет. Мы желаем ему успеха в жизни. Он еще и у нас спортсмен. Вот сегодня у нас он на соревнованиях. Из-за этого он у нас отсутствует немножко. Мы ему всей семьей желаем удачи, чтобы он выиграл, чтобы он порадовал нас. Мы очень ждем, не дождемся, пока он отборется, отбоксирует. Узнаем результаты. Белла – самая любимая мамина помощница. Она всегда рядом, убирается по дому и помогает ей готовить. Я маму очень сильно люблю. Мы с ней делимся секретами. Когда у меня что-то не получается с уроками, то тогда она мне помогает и объясняет, как их сделать. После того, как вареники налеплены, Белла и Эмиль накладывают их на поднос и несут к кастрюле с кипящей водой. Но детям близко подходить к кастрюле небезопасно, поэтому мама находится рядом. Пока они варятся, дети смотрят свои любимые мультфильмы, потому что мама разрешила им передохнуть. За накрытым столом собралась почти вся дружная семья, и дети не смогли оставить такой праздник без пожеланий своим мамам. За накрытым столом собралась почти вся дружная семья. И дети не смогли оставить такой праздник без пожеланий своим мамам. Я желаю всем мамам счастья, здоровья, чтобы их ценили, уважали, чтобы все у них получалось. Конечно, я желаю больше всего своей маме, потому что я ее очень люблю. Самого наилучшего, крепкого здоровья, чтобы у нее все всегда получалось. Если она захотела чего-нибудь, чтобы у нее всегда это было. Я желаю, чтобы у всех мамы на столе была такая вкусная еда. И чтобы все мамы всегда радовались, никогда не грустили, ну и жили счастливо. Всем желаю, всем семям желаю счастья, благополучия, чтобы ваши детки всегда вас радовали. Чтобы у всех дома царил покой, достаток был. Детки улыбались, родители будут счастливы тогда. Да. Семья – это самое ценное в нашей жизни. Пусть будет мир в наших семьях. Мурат, а ты когда-нибудь приглашал девочку на свидание? Да, но мне, увы, отказали. Может быть, она и к лучшему. Ведь порой бывают такие неловкие ситуации. Мурат, а ты когда-нибудь успокоились? У нас сейчас контрольная. Все готовы? Да. Удачи! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Биология, математика и история. Ухамад, у тебя есть хобби? Да, национальные танцы и плавные. А почему национальные танцы? Потому что в национальных танцах можно показать традиции своего народа. Когда я танцую здесь, в Карачаево-Черкесии, все понимают, что я чеченец. Ухамад, поделись своими планами и самой заветной мечтой. В будущем я хочу закончить школу на «Отлично». После поступить и окончить мединститут. И идти по направлению хирургии, если точнее кардиохирург. Замечательная профессия. А теперь я предлагаю поиграть тебе в игру. Она называется «Блиц-опрос». Готов? Да. Мы задаем тебе вопросы, а ты на них отвечаешь. Поехали. Да. Какое мороженое ты предпочитаешь? Шоколадное или фруктовый лед? Шоколадное. Красный цвет или черный? Красный. Газировка или сок? Газировка. Что бы ты выбрал, Мухамад? Дарить подарки или же получать их? Дарить. Мухамад, спасибо тебе за интересную беседу. Ты хочешь пожелать что-нибудь нашим телезрителям? Да. Скоро будет праздник 8 марта. Мне бы хотелось поздравить наших бабушек, мам, тет, сестер, директора нашей школы, Машанкулову, Зулему Газовну, наших учителей и, конечно же, наших одноклассниц с этим замечательным мартовским праздником, с моим мартом. И мне хотелось бы подарить им стихотворение. Здорово! Мы с удовольствием послушаем. Прекрасный день, весны и рассвет, природа снова оживает, ни для кого-то не секрет, чья красота ее питает. Так много хочется сказать и пожелать вам в праздник этот любить, цвести, не увядать, быть украшением планеты. Улыбка ваша, солнце свет, глаза, как небо бесконечно, без вас на свете жизни нет. Наш с вами есть у жизни вечность. Молодец. Ну что ж, Мухаммад, спасибо тебе за интересную беседу. Мы хотим пожелать тебе счастья и крепкого здоровья. Мы просим тебя остаться и вместе с нашими телезрецами посмотреть рубрику «Сказочные истории». Был прохладный весенний день. На календаре красным цветом была нарисована цифра 8 и чуть ниже месяц, март. Восьмилетний Миша знал, что это за праздник. Но вот ведь незадача. Он никак не мог придумать, что подарить маме. Он подошел к отцу и спросил, папа, что мы будем дарить маме? На что отец ответил, извини сын, но у нас недостаточно денег на подарки. В глазах Миши блеснула слеза. Он знал, что маме было бы очень приятно, но ничего не мог поделать. Тогда мальчик вспомнил, как в школе их учили изготавливать разные подделки с бумаги, пластилина, картона. Он полез в свой портфель и оттуда достал все необходимое. Миша решил сделать маме вазу и украсить ее пластилином. Целых три часа он просидел в своей комнате и вырезал, клеил подарок. Затем Миша выбежал на улицу. Во дворе росли маленькие подснежники. Мальчик мигом нарвал семь штук и побежал в дом. Там он ткнул их в самодельную вазу и вручил маме и добавил, «Это от нас с папой». Отец посмотрел на это и по его небритой щеке покатилась слеза. Мать, увидев это, поцеловала сына в лоб тихо и сказала «Спасибо». Миша впервые в жизни испытал такие чувства. Он решил, что поступил верно, самостоятельно и благородно. На этом, дорогие телезрители, наша программа подходит к концу. Сегодня мы узнали много нового, расшили кругозор и, конечно же, с пользой и интересом провели время. Программа новостянок прощается и желает вам больше позитивных новостей. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова